ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Вы что, не знаете об этом, что ли? Новейшие и не имеющие аналогов в мире российские танки Т-90М «Прорыв», а также первые боевые образцы Т-14 «Армата», созданные с учетом опыта войны в Украине, отправляются в зону боевых действий. Хотя нет, извините, это же Т-54. Они ведь еще помнят товарища Сталина на параде. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как-то на позицию выходит, все, там некому ничего делать. «Армат» – это совершенно новая, секретная разработка российских конструкторов. Настоящий «Прорыв» в танкостроении. На сегодняшний день такого танка нет ни у кого. Какие цели у Путина и что с летним наступлением путинской армии? Оно выдыхается или пик еще впереди? Дело в том, что на сегодняшний день цели, которые Россия преследует на поле боя, они понятны. Я думаю, что они смирились с тем, что им стоит рассчитывать исключительно на тактические результаты и на тактические достижения. Тут уже не приходится говорить о оперативно-стратегических успехах. Понятно, что российские войска находятся в наступлении с октября 2023 года, с момента того, как они начали наступление в районе Авдеевки. Дается, скажем так, и видно уже, в принципе, то, что идет истощение российских войск, процессы, в принципе, необратимые. Ну, все-таки так долго находиться в наступлении и чем довольствоваться? Небольшими тактическими успехами. То есть можно сказать, что Россия фактически использовала крайне негативно тот потенциал, который, в принципе, создавался, те силы, которые они накопили для ведения таких наступательных действий. И просто на сегодняшний день истощаются, пытаясь достичь еще тактических успехов, продвинуться еще на несколько километров где-нибудь на линии фронта на востоке. И, собственно говоря, остановиться. Я думаю, что они остановятся. Возьмут не очень большую паузу, полтора-два месяца. И с большой долей вероятности, возможно, пойдут в пропагандистско-политическое наступление накануне выборов президента США, продемонстрировать, что российские войска все еще фактически имеют потенциал, они могут вести наступательные действия, они могут продвигаться, там, инициатива якобы за российскими войсками и так далее. То есть для того, чтобы просто продемонстрировать, что у них есть определенный потенциал. Но если рассмотреть весь процесс наступления российских войск и посмотреть на достижения, которые есть, но я вам скажу, что потратить столько усилий и потратить такие силы для того, чтобы довольствоваться тактическими успехами, это, конечно же, если мы посмотрим там по градации, по статистике, по анализу мировых аналитиков, да, это крайне неэффективно. Ну, они хотят в дальнейшем, я думаю, провести такие показательные пропагандистские акции. Ну и, в принципе, все. А дальше Россия уже задействует в определенном образом план «Б», пытаясь растянуть линию обороны наших войск вдоль линии фронта с целью, чтобы украинским силам не удавалось перехватить инициативу, когда для этого будет появляться возможность. То есть они уже думают наперед о том, что, в принципе, им придется довольствоваться теми тактическими успехами, которые есть. Больше, собственно говоря, в ходе этого наступления каких-то успехов не приходится ожидать, поэтому они готовятся к тому, чтобы не дать Украине перехватить инициативу, непосредственно завладеть инициативой для того, чтобы уже украинские войска проводили ряд, я думаю, более таких тактических наступательных действий, пока не идет речь о масштабном наступлении. Ну, вот, собственно говоря, такая ситуация, что можно сказать, что летнее наступление, которое в разгаре, которое вот еще продолжается, но несмотря на все ресурсы, которые Россия бросает, они довольствуются небольшими скромными успехами. Да, ну а дальше, как думаете, какие у него планы? Понятно, что людей не жалко, понятно, что рассчитывает, и не знаю, на результат президентских выборов в США, но это тоже никто не знает, как все обернется для того же Путина, даже если выиграет Дональд Трамп. Риторика меняется постоянно, и весь мир меняется, и политику меняется, и все меняется, собственно. Что дальше? Если на переговоры, как утверждает Путин, на его условиях, если Украина не идет, он не хочет, потому что предлагают, собственно, участие во втором саммите мира по Украине, российская страна отказывается, называя это ультиматумом, то как дальше могут развиваться события? Готов ли Путин к долгой войне? Будут ли у него ресурсы и по технике, и по живой силе? И по деньгам, что очень важно. Смотрите, дело в том, что если мы говорим о ресурсах, ресурсы не безграничны. Дело в том, что я продолжаю настаивать, и вот издание «Заэкономист» абсолютно правильно написали аналитики о том, что 8% ВВП не означает конвертацию вооружения тут и сейчас. То есть это совсем не означает, что выделили в бюджете определенные средства в процентном соотношении, это 8% ВВП, да, там годового, не означает, что сейчас у России появится 10 тысяч танков, 5 тысяч артиллерийских установок и так далее. Нет. По состоянию на сейчас можно констатировать, что российский военно-промышленный комплекс не успевает восполнять дефицит, который возникает. То есть их потери, они более значительные, нежели российский ВПК может восполнить. И исходя из этого возникает дефицит. Пока этот дефицит военной техники удается гасить тем, что, и удовлетворять тем, что есть еще техника на базах хранения. Она еще есть, и в принципе где-то, если мы говорим о тяжелом вооружении танки, бронемашины, это, ну скажем так, к осени 2025 года как-то там куда бедно они могут держаться, но истощаясь. А дальше все по технике, по вооруженным образцам, по тяжелой технике необходимо брать паузу для того, чтобы накопить, потому что с баз хранения уже просто больше не вытянешь. Они и так уже на пределе пытаются вытянуть все, что могут. Поэтому необходимо производить. Но для того, чтобы произвести и восполнить потери, необходимо переходить к условиям так называемого мирного времени, когда не идут боевые действия, когда техника не идет с конвейера сразу, и ее теряют в больших масштабах, нежели можно там ее компенсировать потом. С этим есть проблема. Ну и в принципе, если мы говорим о танках и бронемашинах, то действительно там проблемы довольно-таки значительные у российских войск. Но необходимо понимать, что в принципе Россия тоже, то есть российское командование, учитывая, что есть абсолютно политическая целесообразность, они это понимают, а к этих наступательных действиях нет никакой военной, они подстраиваются. И сейчас они перестраиваются на то, что больше штурмовых атак пехоты. Соответственно, это тоже влияет на увеличение потерь личного состава. Помимо этого используют авиацию, используют дроны. Вот мы можем сказать, и можно будет констатировать, что вообще исключить российское наступление в какой-то перспективе, в обозримом будущем, можно будет тогда, когда сойдутся компоненты. Это больше 35 тысяч потерь в месяц. То, что я сказал, живой силы. Второе, это продолжение вот той тактики уничтожения российской артиллерии, танков и бронемашин, что мы наблюдаем. Это достаточно положительная, быстрая динамика. Третье, очень важный момент. Это момент ударов по аэродромах, где находятся российские самолеты, которые осуществляют вылеты и наносят удары кабами и фабами. Вот этот вопрос надо решать. Поэтому Украина настолько акцентирует часто внимание на том, что нам необходимо бить по российских аэродромах. Потому что, в принципе, российские войска, имея, скажем так, какой-то численный перевес, даже без техники, даже без надлежащей поддержки артиллерии, будут пытаться все равно где-то наступать и вести боевые действия с помощью пехоты и с помощью дронов и авиа. Сбивать такие самолеты будет сложно. Поэтому уничтожать их в местах базирования – не одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается. Он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так проброс сказали, уничтожать их в местах базирования. Уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь представитель ВВС говорил о том, что ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.